Вот по настройке блога на шаблоне об Inspiration. Вот такие вот у нас планы на будущее. Отлично, идем дальше. Да, вот все, на это у меня закончилось. Скажите по поводу планов. Как вам планы? Кто заинтересован в программе партнерской, кто по фрилансе, кому интересны такие предложения? Еще раз повторю, что у нас есть, будет, точнее, 26 по партнерке отдельный вебинар. Приходите. И где-то в середине января, еще точно мы не решили, будет для фрилансеров. То есть мы точно уже установим эту программу и будем над ней вместе работать. Отлично, вижу отзывы. Хорошо. Итак, друзья мои, ну что ж, конечно же, день рождения, как же без подарков? Подарки мы делаем в виде скидок, больших очень скидок. Сейчас у нас последние уже просто вот дни, когда мы продаем шаблон, предлагаем шаблоны, плагины по специальным ценам. И цены у нас следующие. Значит, на живую форму 1850, на шаблон 1590. Друзья мои, такой цены вообще, по-моему, только в самом начале была, когда еще три года назад, несколько дней во время запуска. И входная страница, как и обещала, как и обещала, будет 1050 рублей. Все это вот именно по этим ценам. Праздничные и такие большие скидки у нас только до 22 часов сегодняшнего дня. Вот, можно приобрести по ссылке vpwebinar.ru. То есть переходите по этой ссылке, и с правой стороны боковой колонки есть баннеры всех вот этих трех продуктов. Кликайте и приобретайте. Сейчас там цена установлена именно такая. Ну что, друзья, я готова ответить на вопросы, на ваши. Еще раз хочу вас поздравить с таким замечательным праздником. Вот, и двигаюсь немножко вверх, смотрю ваши вопросы. Так, ну тут по поводу перевода я вижу, идет дискуссия, что корявый. Да, на самом деле автоматический гугловский перевод, он не годится. Дело в том, что если вы хотите на каком-то другом языке создать блог, вы же будете статьи писать. И то, что в шаблоне прописано, ну такие, не то что технические, а, ну, например, дата, комментарии, слово само комментарии, оно тоже должно быть на вашем языке, иначе будет не очень красиво все это. Поэтому вот эти вещи в шаблоне, которые прописаны, они должны переводиться на ваш язык. Так. Вопрос. Когда по ведению блога планируете вести вебинары, Марина? Не сразу, не с января. Нам необходимо будет подготовить программу, точнее, она уже готова, ее нужно будет расписать, и вебинары начнутся, я думаю, что с февраля. Мы в январе еще, еще есть, как бы, дела, которые необходимо завершить, в том числе и с английской версией. Вот. И я думаю, что с января мы начнем. Ну, в любом случае, если раньше или позже, мы оповестим. Вы наверняка состоите, как бы, в рассылке, и мы обязательно будем оповещать о таких вещах. Так, можно ли... А, да, Василия ответил Леониду, хорошо. Так. Так, идем дальше. Друзья мои, я где-то середины начинаю тут читать уже, поэтому, если я пропустила Ваш вопрос, еще раз напишите, я обязательно отвечу. Так, Анатолий спрашивает, где можно... где можно скачать обновление шаблона и живой формы, нигде не вижу. Значит, Анатолий, смотрите, зайдите в админку, и... если живая форма, это у нас плагин, зайдите в раздел плагины, и там... вообще лучше, может быть, у Вас еще не произошло это обновление, потому что буквально совсем мы перед вебинаром все это выставили, зайдите в раздел консоль обновления, консоль обновления, и там нажмите на кнопку, на странице нажмите на кнопку проверить обновление, или она вот как-то так должна называться, сейчас я еще посмотрю. Вот, тогда вот вы как бы специально нажмете, и программа сработает и проверит, есть ли обновление. И на этой же странице она Вам покажет, что, собственно, нужно обновить. Там появится и шаблон, и плагины. Так, идем дальше. Стоимость шаблона сегодня уже вместе со стоимостью ключа... Да, Ирина, смотрите, у нас уже ключ, ключ идет подарком в шаблон. То есть мы уже месяца два, наверное, включили ключ полностью. Мы сначала все это делали в виде, не то чтобы эксперимента, а смотрели, как это все будет работать, потому что это новый функционал, новая техническая вещь. Была вынужденная просто техническая у нас необходимость включить этот ключ, потому что многие не могли обновляться у нас. Ну, не могу сказать, что это проблема была, но для многих это была настоящая проблема. Удалить старый шаблон, сгрузить новый, закачать. То есть люди вообще даже просто, пользователи просто с третьей версии боялись обновиться. Ну, представьте, третья версия и сегодня пятая. И, естественно, нам пришлось думать, что как это все упростить, как сделать доступным для всех пользователей. И мы включили вот этот вот сложный функционал обновления, сложный функционал обновления, который сначала нужно было приобрести дополнительно, а сейчас уже все, кто покупает шаблон, получают этот ключ уже сразу при покупке. Так, вот Руслан спрашивает, для тех, кто уже пользуется шаблоном, код, ключ, ключ активации для апгрейдов, тоже покупать надо или нет? Смотрите, если вы, смотря когда вы покупали, если вы покупали давно, то да, нужно покупать. Если вы покупали в течение вот этих последних пару месяцев, когда мы уже включили ключ, то да, он у вас должен уже быть. Все зависит от того, когда вы купили. Если у вас вопрос, вы не уверены, обратитесь, Руслан, в техподдержку mlmprojekt.ru и мы решим, посмотрим, что там. Светлана, хочу уточнить, у меня есть живая форма, мне уже покупать не надо, не помню. Нет, не надо. О, друзья, да, кстати, забыла сказать. Все, у кого уже есть живая форма, ничего покупать не надо. Слайдер, обновление бесплатно. Зайдите просто и обновляйтесь. Вот, увидите слайдер там, и в живой форме будут слайды. Никаких оплат, ничего больше покупать не нужно. Все, у кого есть шаблон AB Inspiration, живая форма, просто идете и обновляетесь. Если у вас нет ключа обновления, просто приобретите ключ, у вас все тоже вы сможете обновить. Уже потом не нужно будет, ключ один раз покупается. Так, Светлана спрашивает. Каждый продукт нужно приобретать отдельно? Да, я вот уже говорила в самом начале, да, про плагины, что обязательно нужно AB Inspiration, да, то есть вы делаете блок на шаблоне AB Inspiration, туда масса функционала уже включено, это рабочий блок, уже можно вообще ничего не ставить. Вот AB Inspiration достаточно для создания профессионального бизнес-блога. Это рабочая машина, все, в ней уже все есть. Дополнительно, если вы хотите, чтобы у вас была форма под шапкой или слайды, хотите оформить входную страницу, ну и прочий функционал, который я перечисляла, у нас есть в плагинах, вы просто покупаете то, что вам нужно. Отдельно, да, отдельно. Это уже по желанию. Дело в том, что, смотрите еще в чем дело, в шаблоне AB Inspiration уже все встроено, что необходимо, полный набор. И он полноценный бизнес-блог, является полноценным соединен с социальными сетями. Вы все настроите по видеоинструкциям, все будет работать замечательно. Но если вам нужно что-то дополнительно, по желанию, вы уже ставите, соответственно, да. Так, Олеся спрашивает. Я первый раз услышала про ваш шаблон, немного опоздала на вебинар. Еще раз объясните, про ваши продукты запуталась. Ага, хорошо, смотрите, Олеся, замечательный вопрос, спасибо большое. Значит, смотрите, основной продукт это шаблон AB Inspiration. Если вы еще не в курсе вообще, как блог строится, давайте я еще дальше пройду. Значит, чтобы создать блог, бизнес-блог, который вы будете в дальнейшем вести, писать статьи, и он будет продвигать вас как специалиста, то есть в интернет по-другому не продвинуться как специалисту, да. Нужно показать, что вы специалист с помощью статьи, писать статьи, рассказывать о себе, рассказывать свои фишки, свои деятельности и так далее. Блог – самый лучший инструмент. Создать блог нужно. WordPress – это платформа. Туда уже все встроено, это сложный инструмент, не надо в нем разбираться, просто устанавливается на хостинг. Нужен внешний вид, шаблон, и нужны плагины, дополнительный функционал. Когда вы беретесь за создание блога, вы во всех инструкциях в интернет найдете, что найдите внешний вид, который вам нравится, и установите. Установите тот-то, тот-то, тот-то плагин. И вся проблема заключается в том, что плагины, шаблон и WordPress разрабатывают разные люди в разное время. Например, WordPress уже длительное время разрабатывается, меняется, добавляется, функционал добавляется и так далее. И эти вещи могут быть просто несовместимы. Масса возникает проблем, когда, допустим, вы устанавливаете плагин, дополнительный модуль, и у вас блог исчезает просто. Это вообще типичная ситуация. Или искажается, или что-то перестает работать, или что-то перекосилось, поехало и так далее. Но это еще не все. Еще необходимо в шаблон встроить специальные коды всякие разные от социальных сетей, чтобы у вас кнопки работали, чтобы у вас он был соединен с социальными сетями. Всевозможные коды из поисковиков, допустим, Webmaster Tools, доказать, что это ваш блог необходимо, чтобы он, Google знал, что вы автор блога. Необходимо вставить аналитику и так далее. Там очень-очень много. Настроить боковую колонку. На все на это уходит у специалиста примерно от 5 до 7 дней. Я сама специалист, сама фрилансер, и я знаю, что это такое. Более 100 операций делается обычно, а иногда даже больше. И когда я работала фрилансером, я поняла, что, настраивала блоги на заказ, я поняла, что достаточно сложно большинству людей вот так вот взять, просто прийти, отдать деньги на настройку, допустим, блога. И родилась идея создать шаблон, такой шаблон, да, вот внешний вид, то, что мы говорили, в который было бы уже все включено. Вот вся моя работа, все, что наработки я делаю в течение, допустим, 7 дней, как специалист, в этом шаблоне все было бы включено. Но тогда стал вопрос, хорошо, я создаю шаблон, функционал в нем будет весь встроен уже, то есть вам, как пользователю, не нужно в кодах лазить, чего-то менять и решать. Отлично. А как же с внешним видом? Получается, у всех будет одинаковый внешний вид, и тогда был разработан еще функционал, практически половина настроек шаблона посвящены изменению внешнего вида. И вот я показывала на предыдущем слайде, как наши пользователи меняют внешний вид, как они создают красивый внешний вид, не без единой строчки кода, не редактируя шаблон, да. Вот, вот такой вот шаблон, это AB Inspiration, за 3 года он сильно много развивался, куча всего добавлялась, и это сейчас полноценный практически блок, то есть вы устанавливаете его на WordPress и по инструкциям, видеоинструкциям, которые доступны в клубе, настраиваете, создаете самостоятельно, делаете профессиональную настройку самостоятельно, что очень важно, да. Проходите все этапы технические, набираетесь опыта профессионализма, чувствуете себя уверенно профессионалом, получаете профессиональный блок. Вот, собственно, это и есть AB Inspiration для самостоятельного создания и профессиональной настройки бизнес- или MLM-блога, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Все остальное, то, о чем я говорю, живая форма и слайдер, входная страница, это плагины, дополнительные модули, которые были специально созданы только для шаблона AB Inspiration. Они ни с одним другим шаблоном работать не будут. Это сделано специально для того, чтобы все пользователи шаблона AB Inspiration имели преимущество перед всеми другими, кто не пользуется шаблоном AB Inspiration. Чтобы у вас были такие плагины, такой функционал, которого нет ни у кого. Поэтому мы не делаем это для всех, только для шаблона AB Inspiration. И когда вы настраиваете блок, вы можете приобрести живую форму, это создание формы такого блока, формы под шапкой, что привлекает внимание ваших читателей, и они подписываются в рассылку, это очень здорово. Туда же входит и слайдер, это сейчас в новой версии. И входная страница, это главная страница вашего блока презентационного. Вот, я надеюсь, я ответила, если что-то там немножко непонятно, еще задавайте вопросы, внизу я отвечу. Так, идем дальше. Так, друзья, вижу опять у нас много вопросов по ключу. По ключу. Если вот есть вопросы по ключам, по обновлению, старая версия, как обновиться и так далее. Ну вот я вижу, здесь Василий отвечает по ходу. Но если все-таки еще непонятно, обращайтесь в техподдержку по скайпу. skype.mlmprojekt.ru Ну, еще раз вкратце объясню систему ключа. С версии 4.7, с версии 4.7 у нас встроен функционал вот этого автоматического обновления. Как он выглядит? Когда вы заходите в админку, в внешний вид и настройки шаблона у нас там есть, да, у нас появился еще дополнительный раздел во внешнем виде, ключ обновления. Она так и называется, ключ обновления, страничка. Вы переходите на эту страничку, это пустая страница, просто с полем. В это поле нужно вставить ключ, активировать и сохранить. Все. Шаблон как работал, так и будет работать. Как бы работа шаблона от этого ключа не зависит. Это только касается обновления, получения обновления и обновлять его автоматически с помощью просто кнопки, да. Функционал, еще раз повторю, начинает работать с версии 4.7. Если у вас сейчас на блоге версия ниже 4.7, то есть, допустим, 4.0, 4.2, я не знаю, какую там вы ставили, да, то есть, у вас нету 4.7, то нужно обратиться в техподдержку, приобрести ключ, и у нас в техподдержке все сделают, у нас сейчас акция до 1 января, бесплатно переставят вам шаблон, активируют ключ и донастройку сделают, что очень важно. Так, вот надеюсь, я объяснила про ключ, если все-таки непонятно еще техподдержку. Так, ребят, на самом деле очень удобно с ключом, вот правда, ну, поверьте, это вынужденная была техническая мера, и здесь как бы мы даже практически, это не было сделано там из-за денег или заработка, или это не плагин, это дополнительный функционал, который был приобретен, куплен, внедрен, встроен и так далее. И сейчас вот, чтобы ключ этот приобрести, необходимо сделать оплату. Почему, собственно, пошла продажа именно этого ключа? Потому что необходимо было как бы его сгенерировать, а генерируется он во время оплаты. То есть вот такой момент, сейчас мы встроили его в шаблон, то есть при покупке шаблона генерируется ключ. Раньше такого не было, поэтому, собственно, и необходимо вот эту проплату сделать. Вот, но в дальнейшем будет очень удобно, очень удобно обновлять. Прямо вот красота, нажимаете на кнопочку и все, у вас новая версия появилась. Так, я зашла по ссылке, не нашла, где. Значит, смотрите, давайте я вам покажу экран сейчас. Покажу, как это работает. Значит, смотрите. Заходите на... Так, мне немножко будет запаздывать сейчас. Ну, я буду, я подожду, смотрите. Значит, заходите на сайт wp-webinar.ru, спускаетесь чуть ниже, и с правой стороны у нас есть баннеры. Входная страница, первый баннер. Дальше, живая форма слайдер. И третий баннер, это на шаблон AB Inspiration. Цена там уже стоит, ну, вот та, что мы показываем со скидкой. Так, надеюсь, все увидели. Здесь немножко запаздывает. Немножко подожду еще. Вот, еще раз, на сайт wp-webinar.ru, и с правой стороны чуть ниже, три баннера внизу. Надеюсь, все увидели. Переключаюсь. Так, хорошо, отвечаю еще за вопросы. Так, ну, по поводу ключа. Ключ сегодня тоже можно купить. Так, Светлана Попова, это я ответила, да, на вопрос, приобретать отдельно, оплачивать. Когда вы приобретаете, приобретаете, ну, кликаете по одной ссылке, там будут, ну, добавляться, можно в корзину другие продукты. Так, Геннадий спрашивает про входную страницу, нужна ли входная страница. Значит, смотрите, входная страница, у нее есть ряд преимуществ. Мы уже протестировала, я сама себя тоже у себя установила, можете у меня прямо на блоге сейчас посмотреть. Зайдите на anfisabreus.ru, на главную страницу. И на главной странице, там под формой подписки идут блоки. Три уровня с блоками. Сначала у меня идут статьи, ключевые статьи про шаблон об Inspiration, потом ключевые статьи про плагины и отзывы. Три отзыва последних. Они так собираются в кучу при прокрутке, как бы появляются в виде анимации. Для чего это делается? Ну, прежде всего, для того, чтобы страница разгружается. То есть, когда у нас идет лента, страница достаточно сложная, она долго грузится. Мы уже сейчас протестировали, такая страница статическая, да, где выведен контент, она в два раза легче и в два раза быстрее грузится, что очень хорошо, на самом деле, для главной страницы. Такую страницу проще оптимизировать под SEO. То есть, вы подбираете так контент, чтобы он соответствовал ключевым словам. Ленту достаточно сложно оптимизировать, поэтому часто бывает, когда посетители приходят на главную страницу, они с нее же уходят, да. То есть, она очень высокий показатель отказа, что плохо для поисковика, опять же. Страница вот такая, статическая, она показала результат на почти 20% уменьшился показатель отказа. То есть, я сама сейчас тестирую на своем блоге, смотрю, как было до, как сейчас, и результаты очень радуют, на самом деле. Они подтверждают. Показатель отказа уменьшается, посещаемость увеличилась, показатель отказа уменьшился, страница легче, грузится быстрее. В общем, там масса положительных моментов. Но, если вы только-только начали вести блог, например, у вас нет контента, то, ну, в принципе, и нет посетителей, то, в принципе, вы можете подождать, не обязательно прямо сейчас ставить. Можно сразу сделать блог и уже не думать. Тем более, цена сейчас низкая, будет просто дороже. Вот. Необходимость прямо такая острая в такой странице, у меня она по-настоящему была, да, контента очень много, и я, допустим, в течение какого-то времени писала ключевые статьи об Inspiration. И я обратила внимание, что я, например, написала их месяц назад, да, и лента уже ушла вниз, и мои посетители новые, которые приходят на главную страницу, они эти статьи не читают уже. Все, они уже их не видят, а мне важно, чтобы они их прочитали и поняли, что я за специалист, о чем я пишу и что у меня за продукт. А так, получается, каша вот из ленты, и они не могут найти тот ключевой контент, который я хотела бы до них донести, чтобы они сразу же сориентировались, посетители, да, о чем речь, что за блог, что за специалист и так далее. Поэтому вот для меня и для людей, у которых уже есть продукты, много контента, такая страница, она очень нужна, она важна. Вот вы сейчас, кто ведут блоги, подтвердят, что важно людей, вот кто приходит на главную страницу, направлять в нужные разделы. Не просто вот оставлять, как есть в ленте, а именно управлять процессом. Так что вы уже сами решите для себя, сейчас вы будете ставить или попозже. Так, чуть-чуть пониже, Наталья, смотрите, вы пишете, что по указанной ссылке слайдер видите и входную страницу видите, а шаблона нет. Еще ниже спуститесь и под входной страницей там баннер с моей фотографией. Это и есть шаблон. Ну да, вот Ирина правильно ответила, да, что входная страница нужна не во всех случаях. Ну вот я подробно описала, да, в зависимости от того, что вы именно хотите от людей. Возможно и нет необходимости прямо сейчас ставить. Смотрите по ситуациям. Так, Руслан пишет, что пока нет обновления. Ну вот я уже Анатолию рекомендовала, попробуйте принудительно проверить обновление. Зайдите в раздел «Консоль обновления» и нажмите на кнопку, на кнопку, сейчас даже скажу, как она называется. Чтобы быть точной. Называется она... Так, проверить снова, вот, проверить снова. Заходите еще раз в «Консоль», «Обновление страницы» и там есть кнопка «Проверить снова». Вот, и должно как бы проверить по всем плагинам. Ваш шаблон для поисковых систем будет уникальный. Олесь, что вы имеете в виду? На самом деле уникальным является контент. То, что код там, конечно, он будет одинаковый, потому что мы его не меняем, но он особо и не влияет на то, что уникальный или не уникальный. Контент пишется, и контент должен быть уникальным. Так что пока жалоб не было. Наоборот, все констатируют факт, что с переходом на шаблон об Inspiration посещаемость поисковиков гораздо лучше. И видимость в поисковиках тоже лучше, улучшается. Так, одна страница, да, покупается, Татьяна. Так, ну что, друзья, я вижу, все в основном вопросы здесь дальше идут по оплате. Значит, смотрите, все очень просто. Если есть вопросы, как оплатить, где оплатить, когда оплатить, проблемы с оплатой и так далее, и так далее, все, что касается вот денежных вопросов, обращайтесь в техподдержку. Техподдержка у нас осуществляется сейчас после вебинара по скайпу mlmprojekt.ru. Вот, и все вопросы задавайте в скайп, а я уже прощаюсь с вами. И еще раз вас поздравляю с праздником, это и ваш тоже праздник, это и вы тоже достойны того, чтобы праздновать его, потому что многие из вас уже три года с нами, и благодаря вам, собственно, шаблон развивается и стал вот таким вот замечательным, популярным и, собственно, классным. Спасибо вам большое, что сегодня поприсутствовали. Желаю вам всего хорошего, успешного блогинга, и на следующий год мы объявляем год блогинга, блог вид... точнее, год ведения блога. Все, друзья, желаю вам успеха и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok